Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем говорить о бюджетной парфюмерии. В последнее время все чаще поступают запросы на видео именно с бюджетной парфюмерией. Я вас прекрасно понимаю, потому что, глядя на нынешние цены, приходишь в шок, приходишь в ужас. А бюджетная парфюмерия это то, что радует глаз. Если хочется как-то себя побаловать, то можно купить что-нибудь бюджетное и порадоваться. Сегодня мы поговорим о новинках бюджетной парфюмерии бренда Bracar. Bracar это российский бренд, у которого этой весной, то есть совсем недавно, вышло 5 новинок. Все эти новинки я купила и сегодня буду рассказывать о них, свое мнение. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте начнем. Во-первых, что я хочу вам напомнить, что в первом закрепленном комментарии под этим видео будут ссылки на другие соцсети. Это группа ВКонтакте, это канал Яндекс.Цен и также канал Рутуб. И в случае блокировки Ютуба вы сможете найти меня там. Поэтому переходите по ссылкам и подписывайтесь. Вернемся к парфюмерии, к бренду Bracar. У Bracar вышло две коллекции. Это Dimeisen Garden. В этой коллекции три аромата. Сразу скажу, один очень понравился, один не понравился совсем. А третий аромат это что-то среднее. И также еще два аромата. Все эти ароматы я покупала на Beauty Depot. Также они есть на Wildberries, они есть на Azone. На Beauty Depot они стоят немного подешевле, но там нужно добирать до бесплатной доставки. Поэтому смотрите, где вам удобнее. Минус бренда Bracar это то, что его практически нет в офлайн магазинах. И все это нельзя потестировать. Но с другой стороны эти ароматы стоят недорого. И если там за 250 рублей вы что-то купите и ошибетесь, то это не так страшно. Итак, давайте начнем. Давайте начнем как раз таки с самого потрясающего, на мой взгляд, аромата. Это Dimeisen Garden Herbarium. Сегодня я буду говорить вам, что об ароматах сказано на коробках, какие здесь ноты. И также рассказывать свои впечатления. Объем 50 мл. Давайте покажу, как выглядит флакон. Флакон, в общем-то, простой, лаконичный. Немножко смущает вот эта пластиковая деталь. Она слегка дешевит, но в целом как бы неплохо. Этот аромат я покупала за 250 рублей. И за 250 рублей можно на все закрыть глаза. Итак, Herbarium. Капли прозрачной росы на молодой листве. Свежий аромат разнотравья. Нежность первоцветов. Утро в саду. Ну, описание больше напоминает набор слов, если честно. Ноты это лимон, клевер, мята, зеленый чай, ландыш, цикламен, мускус. Парфюмер это Patrice Marten. Итак, аромат очень приятный. И вы знаете, это практически 100% клон другого аромата, который есть в моей коллекции. Это Guerlain Aqua Aligoria Herbo Fresco. При параллельном затесте я понимаю, что это правда очень-очень похоже. То есть, клон Herbo Fresco за 250 рублей. Как вам такое? Мне лично очень нравится. Приятный аромат. Пахнет зеленым чаем, прохладным, с лимончиком и акцентом натуральной мяты. Herbo Fresco я люблю именно за классный запах мяты. Как будто она только-только с грядки. И здесь точно такая же мята. Поэтому советую присмотреться. Это такой летний, приятный одеколон, летняя поливашка. Я бы не сказала, что эти ароматы очень стойкие. На моей коже они держатся примерно 2-3 часа. Но их далее можно обновлять. Я сразу скажу, я не состою в сообществе антибракаристов. И к ароматам бренда Bracar я отношусь вполне себе неплохо. Давайте учитывать цену. Они стоят, но правда недорого. 200, 300, какие-то может быть 400 рублей. Что за такие деньги мы хотим от этих ароматов? Я считаю, что этот аромат за 250 рублей просто огонь. Никакой дешевой спиртовой базы нет. Очень похожа на Herbo Fresco. Поэтому можно поливаться и радоваться. Следующий парфюм из этой линейки, о котором я расскажу, это Florarium. Цветущий сад наполнен ароматами. Яркие цветы, крошечные бутоны, тонкие ветви, тянущиеся к солнцу. Жаркий полдень вступает в свои проваты. Но здесь еще больше похоже на набор слов. Итак, ноты. Это яблоко, черная смородина, роза, жасмин, сандал, кедр. И парфюмер это Emilia Copperman. Объем тоже 50 мл, естественно. Этот аромат мне не понравился. Мне показалось, что это такая невнятная цветочно-фруктовая водичка. Ничего выразительного в этом парфюме я не нашла. И если честно, он дико мне что-то напоминает. И я бы даже не сказала, что напоминает он мне парфюм. Мне кажется, что он пахнет какими-то мыльно-шампунными мотивами. В общем, мне понравился. Но не исключаю, что кому-то понравится. Все мы разные. Лично я, наверное, носить не буду. Кому-нибудь этот флакон подарю. И третий парфюм из линейки. Это Heavenly Fruits. О нем написано, что сладкие фрукты и сочные ягоды, гудение мохнатых шмелей, солнечные зайчики на кувшине, с ледяной водой, середина жаркого лета. Ноты. Персик, красная самородина, малина, флердоранж, ваниль и парфюмер Анджелин Пьюбо. Приятный, милый, абсолютно беззаботный, несерьезный, но такой жизнерадостный аромат. Мне понравился. Я думаю, что я буду пользоваться им летом, поливаться как одеколоном для того, чтобы поднять настроение. Пахнет этот аромат для меня лично персиковым лимонадом. Когда я была маленькая, меня мама забирала из сайвика, мы с ней заходили в магазин и покупали большие бутылки, полторашки лимонада, а в частности лимонад я, и там был персиковый лимонад, который пах точно так же. Так вот, пахнет персиковым лимонадом, именно лимонадом, а не соком, с ванилью. Далее в базе проявляются ягоды и фрукты, а в частности я чувствую яблочко с приятной кислинкой. Да, здесь есть и кислинка, и сладость. Повторюсь, очень милый, беззаботный, приятный парфюм. Мне понравился. Но фаворит линейки это Гербариум. Переходим к следующей линейке. Здесь уже ароматы по 75 мл. Эта коллекция стоит подороже. Эти ароматы я покупала примерно по 400 рублей. Вот точно сейчас не помню, врать не буду. Но если вам интересно, то зайдите на сайт Beauty The Boy или на Wildberries и посмотрите цены. Из этой коллекции у меня есть аромат Афродизия, которым я пользуюсь, который мне очень нравится. И как бы исходя из этого, решила пробовать новинки. Давайте начнем. Первый аромат, о котором я вам расскажу, это Фир Блум. И также его ноты. Это Малина Ежевика, Красный Апельсин, Жасмин Самбак, Роза Лабданум, Шафран, Ладен, Ваниль, Кашмиран, Парфюмер, Анжелин Пьюбо. Не буду читать описание. Расскажу лучше свое мнение об аромате. Вы знаете, неожиданно, но это младший братишка Бокары. Казалось бы, сколько уже можно, сколько Бокары мы в своей жизни видели от разных производителей и брендов, но оказалось, что этого было еще недостаточно. И Бокару продолжают клонировать. Это более мягкая, более спокойная, более носибельная версия Бокары. Намного мягче. Но что-то Бокаристое здесь есть, Бокарины. Бокариный дух присутствует. Я чувствую шафран, я чувствую жженый сахар, и только в базе, наверное, Бокара сходит на нет. Проявляются фрукты, проявляются ягоды, ягодные леденцы и немного ванили. В общем-то, в принципе, такую Бокару носить можно, потому что здесь не так много йода и бинтов. Но я человек, если честно, травмированный Бокарой в свое время. И каждый раз, когда я встречаю в парфюмерии что-то похожее, что-то во мне кричит нет. Поэтому я не уверена, что я этот аромат буду носить. Может быть, когда-то, если бы свое знакомство с Бокарой я начала не с самой Бокары, а с чего-то подобного, то у меня бы не возникло такого отвращения к ней. Я уже рассказывала, что когда-то я заказала себе пробник Бокары, нанесла на себя это с ног до головы, отправилась на Новый год. Это было огромнейшей ошибкой. Мне было нечем дышать. Да, блин, пахло больницей, бинтами. Вот этим вот всем, помимо этого сладостью и клубникой, и с тех пор у меня просто какая-то душевная травма относительно Бокары. Не могу я ее, к сожалению, носить, хотя понимаю, что многим она нравится. И последний аромат, о котором мы сегодня с вами поговорим, это 1001 жасмин. Бергамот, зеленый чай, горький апельсин, гидеон, иланг-кланг, жасмин самба, египетский жасмин, цветы апельсина, мускус, амбра, кедр и парфюмер это Николай Королевич. Королевич Николай сделала для нас жасминовый аромат. Ну что ж, очень приятно. И, кстати, этот аромат мне понравился. И если вы любите ароматы на тему жасмина, то очень рекомендую присмотреться за свои деньги, действительно, неплохо. Это натуральный, природный жасмин. Вот он, натуральный, природный, красивый жасмин и фоном цитруса. И если на старте я чувствую жасмин в компании апельсинового цвета и вот этого цитрусового акцента немного, то, чем ближе к базе, тем больше цитрусов. И в базе я чувствую жасмин плюс цитрусовый акцент, но, пожалуй, это не натуральные цитрусы, которые разрезают перед нами. Это либо цитрусовые леденцы, либо лимонад или юпи. Вот пишите, кто застал юпи, я его прекрасно помню. Этот пакетик я однажды развела на трехлитровую банку, и мне что-то это совсем не понравилось, но я давилась и пила. Рассказывайте, пробовали ли вы когда-нибудь юпи и нравился ли вам этот напиток? Вернемся к аромату. Аромат очень даже неплохой. Кстати, хочу отметить, что стойкость у этой коллекции куда более хорошая, чем у Аймазин Гарден. Эти ароматы я чувствую на себе часов 5, и для ароматов за 400-500 рублей это очень-очень даже хорошо. Не весь люкс может похвастаться такой стойкостью. Ну что ж, на этом все. Я рассказала вам о новинках бюджетной парфюмерии бренда Бракар. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите в комментариях, успели ли вы познакомиться с новинками, как вы относитесь к бренду Бракар, есть ли у вас какие-то фавориты от этого бренда. Повторюсь, ссылки на другие соцсети я оставлю в первом закрепленном комментарии. Переходите по ним, подписывайтесь. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!